братва всем привет если вы новое на канале обязательно подписывайтесь на него а для всех своих постоянных зрителей народ всем привет это новая серия про сша и сегодня хотя бы с вами поговорить про средний класс и он просто как дождь когда вышло солнце испарился и все это происходит просто потому что даже 80 тысяч долларов сейчас недостаточно для того чтобы просто квалифицироваться на покупку дома давайте об этом поговорим поехали короче вы знаете что я люблю ходить возле таких домиков классных и все так замечательно особенно во флориде на это все смотрят зелененькая трава пострижена домики ухожена такая красота боже мой человек здесь не жить надо срочно валить с россии там и украины вот сюда боже посмотри как хорошо меня ждет америка она никого не жертву даже своих не ждет а даже своих бросает просто как говорится в огонь и на самом деле очень многие люди заблуждаются в зарплате знаете когда наши люди например берут и говорят на смотрите вы получите 80 тысяч долларов это до хренище денег я имею ввиду в год здесь зарплата меряется не в месяц не в час а в год 80 тысяч долларов да или там 100 тысяч долларов мы как меряем мы меряем ну по нашим меркам это просто сколько количество телевизоров я могу купить на зарплату там 80 тысяч долларов такие ок не хрена себе это столько плазм можно накупить там весь дом вместо обоев заклеить плазмами здесь это так не работает на самом деле здесь вы берете зарплату вынимаете из этой зарплаты первое самое основное это аренда жилья если вы не купили дом я купил дом вы возможно нет возможно планируете добро пожаловать на мой канал так как я вам расскажу почему это не надо делать в новом из видео или почему надо но суть том что вы заплатили за это все кучу денег да в основном реально сейчас кстати во флориде это приблизительно 22 500 вы же не хотите жить где-то в лесу с каркодилами там возле озера я бы вам не советовался хомарами там жить поэтому в среднем по флориде а аренда в районе 2 200 2 500 это 2 бедрумная или 1 бедрумная в майами а 2 500 можно забыть там 3 3 500 даже 1 бедрумная это квартира даже не дом то есть вы вообще можете рассчитывать на самую малость но в принципе в районе двух 200 2 500 то есть к этому всего мы сразу же добавляем платеж за машину вашу денег у нас ни у кого нету на это все дело правильно мы же вообще и мигрировать все так же как вот эти все папуасы по приезжали сюда думают они американцы такие же самые мигранты они все просто вот этот иммигрант в пятнадцатом поколении но образно говоря да там в третьем а мы иммигранты в первом можно приперлись сюда и даже детей у нас нету многих так вот дети появятся тогда будем хотя бы дети будут вторым поколением так вот к этому всему вы еще прибавляете естественно что правильно еду кто-то богатенький есть богатенькие люди да кто-то из них например может даже оплатить себе медицинскую страховку или же страховку зубную да стоматологию конечно но я не могу поэтому мне нет этого ничего так же как и у кстати 30 процентов почти американцев не имеет страховки даже люди которые нормально получают что все дорого это деньги просто выкинутые на ветер ну вот к этому всему мы берем американскую мечту это иметь дом но чтобы дом иметь вот давайте подумаем смотрите 2020 году вы покупаете дом у вас средний процентная ставка средняя процентная ставка это в районе четырех процентов а в основном у людей было даже два с половиной и 225 у меня знакомая имеет 225 процентную ставку вы представляете это бесплатно просто доме она его купила за 350 тысяч так вот в среднем средний класс сейчас разделился на пять категорий если мы сравниваем его еще и с деки это если есть у вас ребеночек или нет ребеночка да потому что все нормальные люди хотят иметь детей это абсолютно нормально здравомыслящему человеку думать про детей так вот смотрите мы берем к этому всему значит значит к этому всему мы берем 5 категорий категорию номер один вы купили дом в двадцатом году у вас соответственно от двух до четырех процентов процентная ставка если у вас идеальная кредитная история и все такое так вот ваш месячный платеж приблизительно в среднем по палате как говорится 1500 долларов понимаете до 1500 долларов в месяц это включая налоги включая и человек и человек это homeowner сессии можете посмотреть одно из моих видео я рассказываю почему плохо и хорошо иметь и человек вот дальше вторая категория это эти же самые люди но только теперь с деки да ты что это у вас есть карапузик маленький на него нужно заплатить за садик конечно же заплатить за няню конечно же заплатить за страховку медицинскую да потому что ребеночек он может болеть здесь все построено на бизнесе все зарабатывают денежку потому что все даже с ребеночка хотят заработать денежку да поэтому вот это все это в среднем в среднем в районе двух двух с половиной тысяч долларов то есть смотрите полторы тысячи долларов это первая категория вторая это полторы плюс две пятьсот в районе четырех тысяч долларов да и вот четыре дальше следующая третья категория это люди которые купили дом сейчас это от 6 до 8 процентов у них mortgage rate это процентная ставка да и соответственно дома сейчас вы знаете какие цены это просто цена улетаем в космос так вот в среднем в среднем у этих людей платеж за дом в районе три три пятьсот три тысячи три тысячи пятьсот долларов у этих людей платеж за дом так вот категории 4 категория четыре это люди у которых есть платеж за дом и бейки вы представляете да то есть три три пятьсот плюс две две пятьсот в районе пять шесть тысяч долларов получается вам нужно просто заплатить чтобы заплатить за свой дом и заплатить за своего ребеночка которого вы родили вы так за ним заботитесь и прочее десятое вот за него надо заплатить он болеет надо это иметь это обязательно на себя не надо страховаться бог с вами зубы повыпадают на и хрен с ним но ребяночек как бы хочется чтоб он дожил до какого-то возраста а там уже потом сам хай разбирается поэтому они их выкидывают отсюда там 18 лет все пинка подсад пошел ты ваши такие деньги здоровенные мы платить не хотим за тебя ну вот дальше и 5 конечно же 5 категория это люди которые знаете вот любят все время арендовать да я тоже арендовал я приехал сюда и конечно же я арендовал дом и в среднем за аренду сейчас как я вот только что он сказал это в районе 2 2 500 плюс добавьте к этому всему добавьте к этому всему если у вас есть ребеночек опять 2 2 500 вы понимаете к чему я поклоню в среднем вот это все будет вам стоить в районе 5 6 тысяч долларов так вот люди которые купили в двадцатом году и люди которые купили 23 24 году это люди разговаривающие абсолютно на разных языках вот один на китайском другом на английском другой на английском потому что эти люди которые купили двадцатом году они не понимают что они просто везунчики страшные просто страшные везунчики из-за того что они купили дом за 3 копейки раз имеют маленькую процентную ставку 2 и 3 имеют дом больше по площади чем вот эти люди которые купили сейчас 23 24 году и соответственно налоги они платят меньше все платят меньше и поэтому когда они разговаривают с людьми которыми купили вот недавно дом они говорят им не вы слишком много денег тратите на какие-то непонятные вещи вам надо больше там экономить учета типа разбазарить идеи да потому что этим которые купили три года назад достаточно зарплаты 80 тысяч а сегодняшним нужна зарплата под 160 150 тысяч и чтобы вы понимали если у вас будет например зарплата там в районе 80 там 90 до 100 тысяч долларов вас даже возможно не ну вы не пройдете квалификацию на покупку дома вы представляете у вас такие бабки огромные вы платите за аренду вы платите 2 2 500 но вы например живете где-то в чикаго в чикаго ну опять же друзья я разговариваю говорю вам про флориду естественно что можно поехать например чикаго и найти там дома по 170 150 тысяч апартмент я знаю это вот на лэк шоу браве пожалуйста даже с видом на озеро там 200 250 тысяч старая бабушка продается как бы но жить и выли но если честно говоря такое удовольствие там почти 30 процентов налогов то есть что вы получаете 30 процентов надо отдать 30 процентов надо здесь хотя бы 19 флорде большая разница на 10 почти процентов так вот если вы возьмете и здесь платите за дом да за за дом 2 500 вы арендуете его так вот вы нашли себе какую-то маленькую лачугу и вы хотите ее купить у вас есть даже down payment да это первоначальный взнос там 15 процентов предположим реально счастливый у меня когда я покупал свой дом если что у меня есть дом трехкомнатный вот у меня не было 20 процентов охренища просто денег было ваша мой дом стоит 400000 100000 у меня где-то не не было друзья не было таких денег такими деньгами я не распоряжался там чуть меньше чем 100000 до 100000 это 25 процентов так вот эти люди не проходят квалификацию представляете маразм ситуации то есть за аренду вы можете платить имея даже down payment в 20 процентов что как бы это вообще круто вы все равно можете не пройти квалификацию или вам зафигачит такой такую процентную ставку что вы просто прифигеете оно вам надо но это реалии америки вот это вот чуждо вот этого всего непонимание людей того что на самом деле вот эта срединка она просто пропадает потому что как много людей вы реально знаете которая получает 100000 долларов пересчитайте ты получаешь а ты я нет я не получаю 100000 но это сейчас прям считается прям какая-то минимальная норма вот типа ты не получаешь минут получаешь меньше ста тысяч ты вообще какой-то бомж каля дум просто бомж каля дум это не нормально вообще считаю как такое возможно как такое вообще произошло а вот смотрите пример например ваши там говорится родители вот они купили дом в 80 80 это было довольно таки недавно вот реально недавно мои родители там буквально вот так вот эти люди они имели зарплату в год в год в среднем 22 тысячи долларов 22 тысячи долларов эти люди имели в год зарплату средний так вот дом на то время стоил средний дом средний средний дом сейчас по америке стоит 400 тысяч долларов если вы не знали 400 тысяч долларов так вот средний дом тогда цена на дом была 44 44 там 45 тысяч долларов так вот вы понимаете да сейчас я например получаю там 80 85 на 90 тысяч да и вы знаете дом я купил за 405 вы представляете какой процент я плачу со своей зарплаты например за этот дом а теперь возьмите человека который жил в 80-е года и сколько он платит потому что его дом стоил всего лишь две зарплаты правильно два года вы откладываете вы плачете дом в моем случае должен потратить 45 лет и в этом вся проблема в том что те люди на тот момент когда они покупали дом например за 44 там тысячи давай предположим 22000 он получает 44 у него дом стоит он дает первоначальный взнос в 20 процентов да вот это 10 там тысяч 10 тысяч вы можете отложить пол зарплаты пол зарплаты то есть сейчас на 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 мои деньги до 20 процентов до 80 это вся моя зарплата а на тот момент это было пол зарплаты так вот к этому всему вы просто возьмите и посчитайте его месячный платеж был в районе 400 450 долларов это все включая включая налоги включая и чего и включая абсолютно все и этот человек с легкостью выплачивал свой дом за 15 лет где сейчас некоторые дома дают по 40 лет 40 лет на дом вы плачете 40 лет это по сути просто вы берете в аренду свой дом у банка просто теперь у вас ориентодатель например ну не какой-то там дядя федя а теперь просто банк чейс или банков америка или еще какой-то капитал он вот вы у них просто берете и денежку им вы плачете просто как подписка на ю тубе знаете типа подписались и все и платите и вот эти вот обычные квартире которые раньше по сути стоили просто три копейки вот такие вот сейчас стоит просто космозель просто космозель и вообще не понимаю к чему это все идет но от реально идет потому что просто мы будем люто бедные и на самом деле вообще сейчас даже расизм пропал по факту его нету ты хоть белый ты хоть черный хоть и фиолетовый хоть и молочного цвета ты такой же бомж калядун как и все остальные и единственное наверное в этом всем как бы это только объединяться как-то а сейчас даже найти работу попробую найти работу вы когда-нибудь задавали себя вопросом вот все говорят антипа 100000 100000 вы как часто меняете работу сколько вы получаете сколько вы получаете мы все по сути работаем на какие-то корпорации мы все работаем на корпорации мы или бомжика лядуны то есть мы все на улице без ничего вообще 0 нас денег нету за гроша за душой и мы живем в палатке или мы просто работаем все на самом деле на корпорацию на какую-то ну вот реально вот youtube корпорация макдональдс корпорации я работаю на дядьку это что это просто батрачить постоянно и без остановки без выхода вообще какого-либо из этой всей системы а ты хочешь выйти из системы так пожалуйста иди или надо стать супер богатым или надо стать просто лютым бомжом и поставить палатку и все вот как это полицейский взял припарковался здесь и все и стоит он чон тут стоит вот такая фигня знаете прикол наверное всего это во всем что мы все хотим жить одни и все хотим делать все сами мы вот сами 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 мы такие вот индивидуалисты знаете люди даже больше не хотят заводить детей потому что что дети это абуза я ищу цветочек такой я хочу там а туда я хочу там сюда ну что парни что девушки одинаково здесь я я еще не чувствую у меня карьера сейчас должна быть а потом вы смотрите как вот эти всякие приколы типа беременная в 50 ты что теть может 60 давай уже ты забеременеешь нет ну это куда вообще годится куда это вообще все катится от реально если подумать об этом люди не хотят даже жить друг с другом вот я например я помню когда учился в универе нас просто семь человек жила в одной комнате знаете вот эти общежития которые по идее должны жить в одной комнате например там она говорится но по советским стандартам там три человека есть комнаты где по советским стандартам два чека так вот строй в тройке этой жила семь человек еще и к парням приходили девчонки и ничего нормально все проблем никаких не было все было зашибись сейчас люди живут в огромных домах сами потому что шо это я я вот такой за индивидуальный я вот такой хороший я вот такой раз всякой а вы все вокруг просто говно и вообще не хочу никого видеть я вот такой хороший и не хочу ездить на метро я хочу здесь на машине ёпси эль мопси что вообще происходит реально с этим миром просто если задуматься это 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 страшно здесь просто страшно становится жить потому что люди даже не могут объединиться где-то куда-то собраться и начать жить по-нормальному люди не понимают что например если к примеру я парень и и встречаясь с девушкой что объединивший два бюджета можно достичь успеха намного быстрее люди этого не понимают математика в голове у них не работает они сейчас говорят например парень с девушкой там встречается к примеру и девушка говорит дай мне денег на то чтобы я пошла куда-то на ланч или еще куда-то в смысле ну где они я я честно говоря не знаю друзья может быть вы для вас нормально скажите мне напишите мне в комментариях но я как-то думаю что это просто ненормально и это все вот туда идет понимаете что значит дать деньги просто так и меня там даже не будет что-то такое и мы встречаемся даже не моя жена мы просто встречаемся а потом другие там барышни знаете вот эти вот с инстаграма и эксперты вот с ютуба эксперты сейчас столько экспертов развелось просто просто жесть какая-то вот каждый эксперт абсолютно все все знают как делать вы знаете замечали таких людей чтобы ты его не спросил он все знает как делать он все умеет он везде как говорится в каждой бочке затычка он четко все понимает он сейчас тебе разъяснит как нужно дома продавать и покупать что нужно делать с этим куда надо деньги вкладывать однако у самого нету ни шиша за спиной что это за люди такие и вот это эти же самые люди потом нам рассказывать не все нормально мы тут отлично все чухаем я просто в шоке от этого всего что происходит здесь вот что случилось этой страной завод 8 лет которые здесь было приехал сюда было все блин классно а теперь ну реально план народ спасибо огромное за просмотр ставьте пальцы вверх до новых встреч пока